Всем привет! Сегодня у нас очень грустная тема, и эта тема, по идее, не должна была быть на моем канале, но меня очень сильно зацепило. Обещала всю правду рассказать. Тема очень сильно меня затронула, потому что я очень люблю российский YouTube, хотя, в принципе, он, по идее, скатывается уже и так в дно. Но эта тема очень сильно зацепила, и эта тема просто разбила лагерь блогеров на две части. В сообществе видеоблогеров произошел очень большой скандал из-за жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной. И все ее знают по мемам в интернете, и также все ее знают по видосам ВКонтакте и жестам на доночке. Но, конечно же, это все не обошло российский YouTube, и каким-то чудом в ВПШ взяли и пригласили Диану Шурыгину тем самым, чтобы либо внести какой-то скандал на YouTube, либо для того, чтобы словить хайп. Мы поняли, что, скорее всего, это для того, чтобы просто тупо... Я полностью хочу здесь согласиться с Вергоном. Потому что перед тем, как я выезжала на съемки, я посмотрела его видеоролик, и как раз-таки у нас тематика совпала. Популярное сообщество ВПШ пригласило девушку на совместное ВКонтакте благотворительное мероприятие. Иван Гай, Марьяна Ро и другие популярные блогеры сфотографировались с Дианой, тем самым вызову бурой негатива среди их подписчиков, среди их поклонников и среди тех, кто просто любит блогеров. Я знаю, что очень многие теперь отписались от так называемых топ-блогеров, так как не разделяет позицию выбора Дианы и то, что Диана там оказалась на ВПШ. И та позиция, которая была предоставлена ВПШ, тоже очень непонятна мне, как можно делать вот так вот. Я считаю, что эту тематику нужно поднимать. Потому что безмозглые кумиры миллионов своей выходкой на благотворительные акции от Mail.ru и ВК, которая очень масштабно стримилась и показывалась, попытались показать плохой пример для своих зрителей. Судя по всему, что дальнейшее активное развитие и публичное порицание, на которые сейчас блогеры стали снимать видео, заставило задуматься, хотелось бы в это верить. И они просто потерли посты. Как будто ничего и не было. Как будто удалением одного поста и удалением из друзей Шурыгину можно представить, что данного случая не было. Одно дело хайпить на новости, поддерживать инфоповод, пилить видосы, но другое дело выставлять ее в каком-то светлом образе. Человек, который посадил за решетку, спокойно тусит с топ-блогерами и фоткается с ними. И уж куда хуже, приходит на благотворительную акцию. Но кроме этого, Шурыгина собирается сниматься в кино, получила предложение от некоторых рекламных агентств и также поступило ей предложение сняться в клипе. Хитрая Диана завела свой канал на ютубе и плавно начала налаживать контакты с топ-блогерами. А в ВПШ не нужно исполнять мечты. В ВПШ просто нужен хайп. И как было до этого, за все существование этого паблика. Вот только хайп Шурыгиной пройдет, но этот момент заполнится надолго. И, к сожалению, его не сотрешь так стыдливо и пощенячей, как это сделали блогеры. Вообще, вся эта история, связанная с Дианой, напоминает мне какой-то пиар. Либо купленный пиар, либо мне просто не хочется верить в то, что, став известной из-за своего изнасилования на всю и посадив парня на три года, ну, об этом все знают, что об этом говорить. Я просто не хочу верить в то, что, став изнасилованной, можно стать звездой на всю страну. Теперь Диана начинающий ютубер. Ребят, всем привет. Я знаю, что очень многие ждут это видео. Я считаю, что мы скатились просто в настоящее дно. Надо не жбать, чтобы вы сдохли все. Ребят, всем привет. Я просто хочу рассказать, что меня бомбит, на самом деле, от этой всей тематики, потому что мне очень непонятно, я не говорю там про себя, я говорю про другие блогеры, которые на протяжении двух-трех лет пытались делать действительно качественные видео. Я вот думаю, если другого блогера изнасилуют, да, его позовет к себе Малах или нет? Ну, это не смешно. Уже и так шутки ходят по поводу того, что когда она фотографировалась с тем же Ивангаем, что, типа, Ваня, держись, вдруг тебя на 8 лет отправят, там, типа того, знаешь, из этой серии. Мне просто кажется, что вся эта история какая-то очень странная, что человек, который пережил вот это вот такое нападение, он не будет так всё это рассказывать публике и всё это и показывать, и, ну, не будет выставлять и делать на этом такой масштабный пиар. Поэтому я считаю эту историю какую-то, не знаю, неправильной. И я, наверное, соглашусь с теми, кто за Семёнова, который сейчас отбывает срок. Вот. Ну, значит, ее не изнасиловали, она получала удовольствие, да ещё и вот решила побыть немножко нехорошим человеком. Ну, он-то сидит теперь, ты понимаешь? Вот чем фишка-то, он-то сидит. А ей всё равно, у неё пиар. Ну, это неправильно как-то. Ты понимаешь, в чём дело, что остальные люди, кто смотрят Диану, например, наш теперь блогер, кто смотрит Диану, они не понимают, что, как бы, человек засажен, а она на этом слоила хайп. Просто это как-то всё неправильно, как бы, поэтому моя позиция на тему ВПШ, я просто не хочу общаться с этими блогерами, я не хочу, как бы... Я хочу идти своим путём, я не хочу лезть в чернуху, и я не хочу, чтобы именно такая модель поведения, как была у Дианы, она была модной, потому что очень многие люди, очень много маленьких девочек, которым она нравится. Я не спорю, что девушка реально очень красивая. Ну, я так считаю, что она реально очень красивая. Но вот эта вот выходка, когда она набрасывалась на Соболева, в момент схемы, пусть говорят... Когда она набрасывалась на Пятницкого... Вы не сообщили в полицию, ибо... Я, во-первых, мысли сразу! Смысли сразу! Подожди! Смысли сразу! Я спросила! Я два раза сегодня сказала! У мамы спрашиваю! Я два раза вначале программы сказала! О, я... Давай! Два раза в начале программы сказала, что мы сразу после этого ночи поехали! Если бы ты была моей дочерью, и я приехал в дом, где тебя изнасиловали, я бы убил всех в этом доме. Очень многие пишут, что-то ей не всек. Ну, имеют в виду эту Диану. Что когда вот она побежала ко мне, там, хотела ударить меня или что-то. То есть, объясняю. Если бы она замахнулась на меня, ну, попыталась бы ударить меня, я был готов к этому, я знаю, что бы я сделал. То есть, она маленькая девка, худенькая. Я бы ее схватил за руку, я бы не допустил, чтобы она меня ударила. Положил бы на ноги повдоль, и настучал бы ей по сраке. Потому что, видимо, этого не хватило ей, когда ее воспитывали. То есть, видимо, не били ей по сраке. Так далее. Ну, не знаю, мне это как-то странно. Это демонстративное поведение. Ну, во-первых, это да, во-первых, это демонстративное поведение. Во-вторых, мне кажется, она просто невоспитана, потому что... А во-вторых, сценаристы все равно там потрудились. Ну, вот насчет этого не знаю. Знаю, что был стилист на первой программе, который ее одевал и красил. Но фишка... Любая программа имеет свой сценарий. Ну, это понятно, я сама же работала. Кстати, я сама же работала на телеке, но просто когда работала, то есть, такого не было. Таких тем не было. Просто мне странно, как поведение девочки нравится остальным девочкам. Она теперь кумир, как бы, понимаешь? Понимаешь? И как такое может быть? Что я могу сказать? Те, кто участвовал в Доме-2, они понимают эту девочку. Ну, ты понимаешь, что в Доме-2-то никого не сажали вроде бы? Не, там были какие-то уголовки, да? Но до такой степени не было... Но не было такого резонансного дела. Все любят ввести в личную жизнь другую. Желаю, чтобы с вашими детьми точно так же поступали. Жалко ребенка просто. Ненавижу вас, чтобы вы сдохли все. Просто я еще что хотела сказать. Мне непонятно, как так повернулся мир. То есть, можно засадить чувака и стать знаменитым на всю страну. В принципе, выбор каждого, как фоткаться и с кем фоткаться. Но я как-то не считаю, что это нормально. Серьезно. Поэтому я иду своей дорогой. Я не хочу, как бы, предпринимать каких-то там действий с фотографиями и прочим. И не хочу отговаривать. Кстати, один из этих Борл-блогеров, кто фотографировался, я не буду говорить, кто. Он мой знакомый. В общем, я надеюсь, что он посмотрит это видео. Но моя точка зрения такая, что просто какой-то дикий хайп на вот этом вот всем. И, конечно, ВПШ это абсолютно не красит. Вот пригласить на благотворительность для детей. Тем более для фонда Хабенского, которые это были сборы. Мне кажется, что это как-то неправильно. Так, в целом, я за благотворительность. И с удовольствием поддержала акцию от Мэйла или от других компаний, которые бы с этим работали, были с этим связаны. Вот. Но, блин, это прям, это жесть. Серьезно. Вот у меня, в принципе, и все. Пока.